В мае этого года в Ненецком округе пройдет большое совещание по вопросам торговли. Такое решение приняли на традиционном деловом завтраке у Валерия Чупрова, представители мэрии, гурсовета и окружной администрации. На встрече обсудили и актуальные проблемы нестационарной торговли. Репортаж Алины Ваучейской. Известный на весь город торговый павильон в районе Кармановки. Здесь горожане могут приобрести и копченую, и вяленую, и замороженную рыбу. Владелец славки Виктор Попов выловом и реализацией водных биоресурсов занимается аж с 1999 года. Тогда его отец создал крестьянско-фермерское хозяйство. А несколько лет назад Виктор выиграл на аукционе место под торговую точку. В дальнейшем был приобретен нестационарный объект Купава для реализации этой рыбы, так как требовалось законодательство города. И вот с тех пор мы занимаемся этим видом деятельности. Из таких объектов нестационарной торговли легально работают всего семь. Еще 22 места под торговые павильоны формально пустуют. Впрочем, на деле предприниматели торгуют фруктами и овощами, рыбой и другой продукцией. Но на аукцион проводимые мэрией Наринмара не выходят. Администрация города, в свою очередь, никак не привлекает ипашников к участию в аукционе. Вот и получается, что нелегалы торгуют себе и никаких действий в части легализации своего дела не предпринимают, а мэрия закрывает на это глаза. Этим вопросом обеспокоен бизнес-омбудсмен Ненинского округа Валерий Чупров. Полагаю, что при бездействии городских властей нелегальные тонары не приносят в казну денег, а нерассмотренные заявления предпринимателей на размещение нестационаров лишают город десятков созданных рабочих мест. Что происходит дальше? Во-первых, всего 20% этих мест занято, но все остальные предприниматели не пошли. Их не интересуют эти места или условия, или что-то еще. Не пошли. И на протяжении целого года город просто-напросто ничего не делает. Новых процедур не объявляется. Заявления, которые предприниматели пишут, не рассматриваются. Ну, рассматриваются, понятно, но к результату-то это к конечному-то не приводит. Правильно, да? Представитель мэрии в свою очередь сообщила, что работа все-таки ведется. Была даже создана рабочая группа, в которую входили предприниматели. Вместе с бизнесменами город-администрация выбрала места, где можно поставить торговые павильоны. Предложение отдали на рассмотрение в земельный отдел городской администрации. Из пяти мест под торговые павильоны земельщики посчитали подходящими всего два. Данные места были отданы на межевание, но это уже где-то было в сентябре. В октябре уже подходил, но в связи с передачей полномочий, естественно, данная работа была прервана. Потому что полностью все нужно согласовывать с округом, так как эти земли пока шли в округ. Поэтому работа была прервана. Валерий Чупров настоятельно порекомендовал мэрии и горсовету работать эффективнее, не ссылаться на передачу полномочий и, наконец-то, комплексно подойти ко всем вопросам малоформатной торговли. Ведь помимо нестационарных объектов сюда относится и ярмарочная деятельность, а также выездная и мобильная торговля. И эти полномочия как были, так и остаются у города. В ходе обсуждения собравшимися было принято решение об оживлении деятельности торговых ярмарок, но уже при активном участии региональных властей. С необходимостью их проведения согласились и представители города, и окружной администрации. Если мы начнем реализовывать этот ярмарочный процесс, он будет сначала, конечно, тяжело пойдет. Но когда мы приучим жителей региона к тому, что у нас есть регулярные ярмарки, на которых ты можешь купить мясо, рыбу, молочную продукцию, овощи и фрукты, и бурки, да куча. То это будет здорово. В результате по итогам традиционного делового завтрака первую ярмарку, пасхальную, решили провести в апреле. Она станет своеобразной демоверсией большой осенней ярмарки. Участие в ней примут сельхозпроизводители Наринмары и населенных пунктов округа.